Всем огромный привет! Безумно рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Мария. Сегодня хочу снять видео, своего рода продолжение ролика о Магнит Косметик. Совсем недавно я снимала такое видео, то есть я ходила в Магнит Косметик и на тысячу приобретала базовую косметичку. Так получилось, что у меня та косметичка вышла практически полностью из продуктов от Стеллари. Это, кстати, было не специально, просто мне были интересны эти продукты и я захотела их протестировать. Единственное, у меня тональная основа была не Стеллари, а Бьюти Бомб. Таким вот образом выглядела тональная основа. Я показала эти продукты в том видео и меня в комментариях попросили снять макияж с тем продукты. Сумка того видео была такова, что я приобретала на тысячу рублей базовую косметичку, то есть у нас здесь нет каких-то ярких теней, чего-то такого, что мы не используем в ежедневном макияже, а именно базовая такая косметичка и продукты, чтобы они были по максимуму многофункциональны. В общем, с этой задачей мы справились, то есть в тысячу рублей я уложилась. И сегодня я хочу вам показать. И, кстати, что касается того, что у меня продукты практически все получились от Стеллари, и у меня стали поступать запросы, чтобы я пошла также в магазин и купила продукты других марок, то есть полностью собрать базовую косметичку из другого косметического бренда. Большинство запросов у меня было именно на косметику Бьюти Бомб. Я уже приобрела эту косметику также на тысячу рублей, и это видео совсем скоро выйдет, буквально, наверное, после этого. В общем, давайте приступим. Я подумала, раз уж у меня получилось все Стеллари, тогда я, наверное, вам буду показывать не только те продукты, которые я приобрела, но, к примеру, вот у меня есть несколько видов помад от Стеллари. Я одну из них приобретала в том видео, и плюс за это время у меня еще появилось несколько других. И я, возможно, как варианты вам буду показывать, какой можно выбрать вариант. К примеру, я там выбрала металлизированную такую помаду с эффектом металлика. Не всем она понравится, и как бы она несла такая-то ежедневная, но мне захотелось такого какого-то яркого акцента, просто так как у меня много нюдовых помад. Вы же можете приобрести себе какую-то повседневную помаду. Также из Стеллари вышла такая интересная линейка нюдовых помад. Кстати, одна из них у меня есть, если я выбрала, то же оттеночек приобрела. В общем, я покажу такие варианты, которые можно, в принципе, приобрести за эту стоимость. И все, давайте перестаем болтать. Уже приступим к видео. Кстати, я не визажист, никакого отношения не имею к этому, поэтому буду макияж делать максимально, как я умею. То есть, как я крашусь каждый день, именно не для видео, не на какие-то события, а на повседневную. Это тональный крем, небольшое контурирование, крашу бровки, крашу реснички, тени очень редко наношу в повседневной жизни. Поэтому все, давайте переступаем к макияжу. Итак, кстати, как я вам показала, я в том видео приобретала вот такой крем от Beauty Bomb. Так как я буду снимать видео еще о Beauty Bomb, точнее, я уже его сняла, там я вам покажу этот крем уже в действии, а здесь, так как у нас получилось уже практически все от Stellar, я тогда покажу вот такой крем, я вот уже приобретала не так давно, и я буду наносить тогда его. Так, начнем с тональной основы, наносим тональный крем. Наносить я буду двумя способами, на одну сторону нанесем спонжем, на другую кистью. Кисть эта у меня от Faberlic, я вам показывала в каком-то из влогов, и в принципе она мне нравится, довольно-таки неплохая. И спонж у меня с Fix Price, уже не особо такой у него хороший презентабельный вид, но, в принципе, пока нормально, скоро уже буду его менять. Тоже, кстати, хороший спонж, довольно-таки бюджетный. Итак, приступаем к нанесению тональной основы. Как я наношу тональную основу, я сначала выдавливаю на руку немного. Ну, кстати, знаете, по-разному, иногда я наношу так, иногда сразу прям на лицо распределяю и наношу. Так, начнем мы с правой стороны, будем наносить спонжем. Такими движениями я наношу тональный крем, вбивающими, и все распределяю сейчас. Тональный крем мне этот понравился, точнее, это у нас CC крем, он довольно-таки, касается его кроющей способности, довольно-таки неплохая. Конечно, какие-то прям супер недостатки он не перекроет, но для этого, в принципе, мы используем консилеры, корректоры. Как бы от тонального крема это и не требуется. Так, вот такими движениями, в общем, я наношу. Я наношу, кстати, и под глазки, но у меня есть и консилер, также, точнее, не консилер, а корректор, сейчас покажу чуть позже вам. Нормальный крем этот идет больше для сухой кожи, для нормальной сухой, то есть для жирной он не подойдет, но, в принципе, для жирной кожи у них, если я не ошибаюсь, есть матовые крема, тоже такой, он, по-моему, в красной упаковочке и идет матовый для жирной кожи, поэтому каждый может подобрать себе все, что ему нужно. Кстати, скажу сразу, это не реклама с Треори, потому что у меня поступали такие уже комментарии, комментарии, нет, я все приобретала за свои деньги, и это сугубо мое мнение. Также, кстати, я недавно писала пост про косметику, кстати, подписывайтесь на мой инстаграм, ссылочку обязательно оставлю, там у меня много всего интересного, там можем с вами общаться в режиме онлайн. И я там писала, что для меня действительно с Теори в этом году стало своего рода открытие косметическое, потому что давно не было у меня такого, чтобы какой-то бренд не нравился из бюджетных именно полностью, то есть вот все продукты, которые я приобретаю. Есть какие-то хорошие продукты, есть, нет. Вот, допустим, вот мне писали, почему вы не взяли что-то другое, допустим, Эвелайн, Диваж. Диваж мне в принципе нравится, мне нравится блеск, от них у меня есть, еще у меня был какой-то продукт, но большинство продуктов мне не подошли от Диваж, тушь мне не понравилась, тени у меня, кажется, были от Диваж, но в общем много продуктов, которые меня разочаровали, поэтому я так не особо, а вот от Стеллари, все, что я приобретала, я всем довольна, действительно, всем с удовольствием пользуюсь, и меня все устраивает. Итак, нанесу я тональный крем, он в принципе что спонжем, что кистью, одинаково хорошо наносится, мне нравится, как он выглядит на лице, есть такой эффект подсвечивания немного, мне это нравится. Следующий продукт, это у меня вот такой стик корректор, у меня в оттеночке 02, нежный персик, это как бы корректор, сухой, я вообще побаиваюсь таких текстур, но этот мне понравился тем, что он достаточно пластичный, даже я его наношу, он наносится довольно-таки легко, то есть, не нужно прикладывать каких-либо усилий, потому что в основном такие средства, они такие густые, скатываются, вот это мне не нравится, а с этим продуктом такого не возникает, и вот так спонжем, просто его растушевываю, растушевываю вбивающими движениями, или именно перекрываю синечки под глазами, потому что у меня это проблема, у меня синечки под глазами всегда, даже с самого детства, это у меня наследственный такой фактор, не зависящий от здоровья, поэтому, вот, по-всякому, конечно, я с этим борюсь, и патчи, и все, но остается только чаще всего маскировать, потому что все равно ничего не помогает на 100%. Так, пудры у меня от Стелорик, к сожалению, нет, но я, в принципе, редко, когда, кстати, припудриваюсь, потому что мне нравится этот эффект влажной кожи, единственное, конечно, где наносим скульптор, желательно немного припудрится, но, в принципе, пробуем без пудры. Сильно маскировать я прям не буду, потому что у нас сегодня такой повседневный макияж, как я крашусь каждый день. Так, что у нас следующее? Следующее, это нам нужно оформить брови. Так, как для бровей я никакого средства не приобретала, потому что я бы не прошла уже по бюджету, мы будем использовать вот эту палетку для контуринга, очень она мне нравится. Здесь у нас идет хайлайтер, скульптор и румяна. И вот этим скульптурирующим средством я буду оформлять брови, потому что оттенок довольно-таки приятный, правильный, и для моих бровей он вполне подойдет. И сейчас буду наносить его. В принципе, у меня брови как бы и так темные от природы, поэтому особо-то какого-то цвета, яркости мне не придаст этот продукт. Единственное, было бы неплохо еще приобрести гель. У Стеллари, по-моему, есть гель, но я его почему-то не взяла, точнее не почему-то, а потому что у меня был ограничен бюджет. Так, и наносим сюда тоже. Кстати, если у вас бровки довольно-таки светлые, то это средство вам хорошо подойдет для оформления бровей, так как у меня брови темные сами по себе, и, кстати, их не крашивают, они у меня такие от природы, то, в принципе, нормально. Если еще учесть, что это повседневный макияж, на повседневную ножку я как бы даже порой и не наношу ничего на брови. Единственное, конечно, для моих бровей оттенок подходит не очень, он прям явно выделяется, и не то, что рыжит, он просто такой достаточно теплый относительно моих бровей, поэтому мне это не очень нравится. Кстати, я только сейчас поняла, что я забыла сделать вот что. Оп! Так бы было проще изначально. Так. В общем, я немного затемнила их. Вот, в общем, брови у нас, в принципе, естественно остаются, какие они есть. Теперь, что касается оформления лица, сейчас сразу оформим с вами лицо. Так, буду носить скульптор. Немного стряхиваем его, чтобы он не пылил. и наношу вот сюда. Так. Конечно, сильного какого-то жесткого контуринга у нас не будет, потому что у нас макияж естественный. Так, немного нанесем сюда по росту волос. Так. Далее наносим румяшки чуть-чуть. Беру вот такую прям большую кисть. Это у меня икотус. И просто наношу немного вот так на яблочки. Щетики. Чтобы не быть сильной. Я, кстати, честно говоря, редко, когда использую румяны. Особенно в повседневных каких-то макияжах на каждый день. Но сегодня мы немного нанесем. Не знаю, наверное, немного переборщила. Так, теперь беру кисть опять. Это у меня, кстати, Реал Техникс маленький. Кстати, по поводу Реал Техникс скоро у меня будет видео очень интересное. Я заказала с Алиэкспресс очень интересные кисти. Такая небольшая интрижка. Аналоги Реал Техникс. Причем очень качественные аналоги. Мне уже пару кистей пришло. Это просто не отличить от оригинала. И вот скоро будет такое видео. Я вам все покажу. Просто я как-то делала заказ. Так, наносим хайлайтер. Видите, какой? Прям такой яркий. Наверное, даже я немного переборщила с ним. Я вообще, честно говоря, отношусь к репликам, ко всяким не очень хорошо. Но когда я увидела на сайте Алиэкспресс эти кисти, мне стало очень интересно сравнить и поделиться с вами, почему нет. Кисти, в принципе, мне все равно. Да, на них написано, что это Реал Техникс. Я их просто заказала ради любопытства. А когда они мне пришли, я обалдела, потому что их вообще, на мой взгляд, невозможно, практически невозможно отличить от оригинала. Поэтому, думаю, вам, возможно, тоже будет это интересно. Наношу, кстати, хайлайтер и под бровь немного. Прям такая сегодня блестящая, блистающая. Вот видите, да, я переборщила немного с хайлайтером. Это говорит о том, что он достаточно яркий. Надо было мне наносить его кистью другой. Я обычно наношу еще другой кистью. У меня здесь ее нету. Такая веерная. А сегодня что-то я как-то переборщила немного. Итак, все, переходим к ресницам. Для ресницы у меня вот такая вот тушь. Называется она Lush Angels. Очень она мне нравится. Кстати, прям классная тушь. И покупала я ее очень бюджетно за 119 или за 149 рублей. Хотя стоит она намного дороже. Я прям довольна покупкой. Как я поняла, это лимитированная коллекция была. И ее уже снимают с продажи. То есть ее не будет. Сейчас магнит косметик она со скидкой. Как эту коллекцию уже все выводят с продажи. и можно очень бюджетно приобрести. Тут уж видите ресницы прям сразу такие ярко вырежены. У меня в принципе ресницы сами по себе длинные и подкручены. Поэтому как бы мне любая тушь подходит в принципе. Но я люблю больше тушь с силиконовой кисточкой. И кстати, я еще подкрашиваю ресницы иногда вот так сверху. Потому что я знаю, что многие так не делают. Но мои ресницы мне позволяют это сделать. Я их делаю больше наверное такими раздельными что ли. Ну в общем мне нравится эффект такой. Потому что мои ресницы позволяют мне такое, что они все равно у меня подкручены. Даже если я вот так сверху провожу по ним. То есть вот. И нижние реснички я тоже крашу. Кстати, как-то мне писали, что с не накрашенными нижними ресничками мне лучше. Но как-то я не знаю. Я привыкла красить нижние реснички. Мне так как комфортнее что ли как-то. Вот ресницы я накрасила. И теперь переходим к самому интересному к помадам. Помаду я себе приобретала в том видео вот такую вот с эффектом металлик. Таким вот образом она выглядит. Так вот выглядит она на свотче. Очень такая яркая прям. И я думаю нанесем мы именно ее. Но сейчас я вам покажу также еще несколько помад. Это вот такая вот из новой линейки. Ньют. У меня в оттеночке 08 Star. Таким вот образом выглядит оттеночек. Она очень красивая. Такой приятный ньют. Еще у меня есть блеск вот такой. Он тоже в прошлом кажется в влоге его показывала. Точнее не покупку его показывала, а рассказывала, что он еще продается. Я его приобретала со скидкой очень бюджетно за 119 рублей. Кажется он был в корзине. Диалист. Очень классно так блестит. Но единственное в начале когда я его приобрела меня немного смутил его аромат. Какой-то он немного нетипичный для помад. Но в принципе не раздражает. Когда наношу его быстро. Он как-то быстро выветривается и не напрягает. А так конечно блеск выглядит шикарно. У меня под видео много раз девочки спрашивали, что это за блеск. Потому что он прям выглядит вау. И еще у меня есть две вот такие помадки. Это Like a Star Metallic. Кстати тоже сейчас по распродаже по-моему идут. Один в оттеночке 0.1 Другой в оттеночке 0.4 Тоже такие классные помадки. Но они я их использую больше как финишные. Потому что они такие блестящие. И по стойкости они держатся не очень. Поэтому лучше их наносить на матовую помаду. Просто как топпер такой. То есть не полностью. И еще кстати от Stellar у меня есть карандашики для тех кто любит матовые такие помады. Точнее больше предпочитает карандаши. Есть вот такие два карандашика в оттеночке 0.7 и 0.5 Я вам просто показываю все что у меня есть от Stellar Поэтому не удивляйтесь это никакая там не рассылка не реклама это все я приобретала за свои деньги. Кто меня давно смотрит смотрит мои влоги тот может понять что все это я показывала в разных роликах. В общем классные тоже карандаши мне не нравятся не сушат губы сильно немного конечно подсушивает но все карандаши этим грешат. А так в принципе очень даже неплохо. Давайте будем с вами наносить вот эту помадку которую я приобретала в том видео раз уж я обещала показать полностью макияж теми продуктами то мы сейчас будем ее наносить Требует конечно аккуратности при нанесении поэтому я немного помолчу И так нанесла я помаду то есть видите она такая яркая достаточно акцентная и поэтому я вам показала разные помады которые у меня есть от Stellar чтобы каждый мог выбрать для себя естественно что такой макияж мы не будем носить на улицу на каждый день это такая больше по случаю но так как я блогер и снимаю видео поэтому мне такая помада очень даже к месту я даже порой могу такие помады носить куда-то поэтому мне как бы в этом плане нормально в общем вот такое вот видео получилось я думаю я вам по максимуму как-то рассказала о всех продуктах свое мнение свое впечатление надеюсь вам было интересно это видео давайте я вам поближе немного покажу макияж конечно помада в плане того что она в принципе темная немного каприза то есть ее надо носить карандашом именно делать контур а так в принципе мне нравится конечно слизистая немного выглядит не прокрашенная потому что в принципе темными помадами то есть это контраст такой получается вы понимаете поэтому я темные помады использую редко и в основном для видео только а так в принципе сама помада комфортно ощущается на губах прям приятно не стягивает не сушит никак в общем супер я буду заканчивать данное видео надеюсь она вам была интересна возможно даже в чем-то полезна пишите в комментариях нравится ли вам вообще такая тематика видео хотите ли вы чтобы я пошла также в магнит косметик и сняла допустим такое же видео только о другом каком-то бренде к примеру приобрела косметику на 1000 рублей или еще какую-то я с вами прощаюсь огромное спасибо за внимание кстати еще раз напомню что я не визажист я сделала я как обычный просто любитель косметики то есть просто обычная девушка поэтому не следите строго всех вас очень люблю встретимся с вами совсем скоро всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок